Начинаем передачу «Театр у микрофона». Сегодня вы услышите спектакль «Коварство и любовь» в исполнении артистов Государственного Академического Малого Театра Союза СССР. Трагедия Фридриха Шиллера. Роли исполняют президент фон Вальтер, народный артист Украинской СССР Комиссаров. Фердинанд, его сын, народный артист СССР Царев. Гофмаршал фон Кальп, народный артист Азербайджанской СССР Шарлахов. Леди Мильфорд, народная артистка СССР Гоголева. Вурн, личный секретарь президента, народный артист РСФСР Велихов. Миллер, учитель музыки, народный артист СССР Светловидов. Его жена, народная артистка РСФСР Белевцева. Луиза, его дочь, народная артистка РСФСР Еремеева. Софи, коммеристская леди, артистка Кузнецова. Коммердинер герцога, народный артист РСФСР Ковров. Режиссера спектакля, заслуженный деятель искусства РСФСР Цыганков. И заслуженный артист РСФСР Платонов. Спектакль записан на пленку в 1955 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Солнечное утро Комната в доме музыканта Миллера Старый музыкант играет на виолончели Его жена сидит за столом, пьет кофе Говорю тебе раз навсегда Дело завязывается не на шутку Про дочь мою с бароном пойдет дурная слава Нашему дому позор Президент пронюхает И одним словом Я выставлю этого молодца Ты не заманивал его к себе в дом Не навязывал ему своей дочери Не заманивал к себе в дом Не навязывал ему девчонку Станут об этом справляться Молодому барону все как сгузь и вода И все беды обрушатся на голову Бедного музыканта Здор, пустяки Что тебе сделают? Кто тебя может в чем обвинять? Ты делаешь свое дело И подбираешь учеников где можешь Но ты мне одно скажи Что из всего этого выйдет? Не жениться же ему на нашей дочери Об этом не может быть и речи А чтобы он взял ее себе в любую Господи, прости мое согрешение Ох уж эти мусюфон бароны Где, где, я думаю, не терся Таких поди шашен не заводил И сам черт не разберет Разумеется У этого сластеной Текут слюнки на лаковый кусочек Девушка красавица Стройная, ловкая Прочитал бы ты только Какие чудесные записочки Пишет майор твоей дочери Боже мой Да из них как белый день ясно Что ему только ее сердце дорого Кому охота до тела добраться Стоит только на переговоры Доброе сердце послать Сам-то я как поступал Нет, черт меня побери Сейчас же за дело Да, я покажу майору Где бог, а где порох Будь же благоразумен, Миллер Сколько получили мы одними подарками Ценою крови, дочернильч Убирайся ты к черту Грустная сводня Да скорее пойду я померу Со своей веленчерью И стану давать свои концерты За миску похлебки Скорее разобью свой инструмент Чем притронусь к деньгам За которые единственное дитя мое Продаст свою душу И мечтает плотенство Брось свой проклятый кофе Я одно говорю Не следует нам пренебрегать майором Ведь он сын президента Да поэтому Именно поэтому-то сегодня же Надо положить всему конец Президент еще поблагодарит меня Если он честный человек Дай мне мой новый кофтан Отправлюсь к его превосходительству Я ему скажу Ваше превосходительство сынку Приглянулась моя дочь Жены она ему не годится В любовнице слишком дорога Не даром меня зовут Миллер В дверях появляется секретарь Президента Вурм А с добрым утром Господин секретарь Наконец-то вы опять Доставляете нам удовольствие Полноте Полноте кумушка При милостях Высокого дворянства Что ж за удовольствие от нас Вещать С чего вы не скажете Дай кресло жена Кладите вашу шляпу Господин Вурм Ну, а как здоровье Моей будущей Или бывшей Я надеюсь Я увижу ее Манзель Луизу Благодарим за память Господин секретарь Дочь у меня вовсе не спесила Жена Жаль, что она не может Иметь честь и видеться с вами Она у обедни А-а-а Приятно слышать Приятно слышать У меня, значит, будет богомольная Богобоязненная жена Да Только Жена Если мы можем служить вам чем другим Господин секретарь С полным нашим удовольствием Чем другим? Душевно вас благодарю Душевно Разумеется, вы, господин секретарь И сами рассудите Жена Рыбы ищет, где глубже А человек, где лучше Не отнимать же нам счастье У единственного своего Детища Вы сами верно Замечаете, господин секретарь Замечаю То есть Да Что вы хотите сказать? Я Я хотела только Я говорю Так как господу богу угодно Чтобы дочь моя была знатной Баронши Что такое? Сидите Сидите, господин Бурун Не слушайте глупой бабы Выдумала какую-то знатную барошу Этакая болтовня ослиная Ругайся сколько тебе угодно А я знаю, что знаю И что сказал господин майор То сказал Тебе хочется, чтобы я тебе голову разбил этим инструментом? Не слушайте вы этой болтовни, господин Бурун Что такое ты знаешь? Что мог он тебе сказать? Марш на кухню! Надеюсь, вы не считаете меня Таким олухом царя небесного Чтобы у меня были Эткие виды На девку Надеюсь, не подумаете Этого обо мне Господин Бурун Да я, кажется Этого и не заслужил Господин Миллер Вы видели Я постоянно держался Своего слова И мои планы На вашу дочь Все равно, что Обязательства на бумаге С моей должностью При порядке Можно жить Президентка мне благоволит При своей непринуждании По сердцу вы ей Прекрасно Не согласна Тем лучше Ее дело Хотела я сказать Вы откланитесь И разопьете Бутылочку с отцом Ей с вами жить Не мне А я коротко И ясно Вам скажу Я своего согласия Решительно Не дам Моя дочь На кое-что Повыше Рождена И я все суды Обегаю Если мой муж Даст себя уговорить Хочешь ты Чтоб я тебе Руки и ноги Обломал Чертва Перечница Отцовский совет Для дочери Много значит А вы меня Надеюсь Знаете Господин Миллер Надо Чтобы Луиза Этого знала То что я Старый воробей Вижу в вас Вовсе не приманка Для молодой девчонки Я по пальцам Перечту Годитесь ли вы В оркестр Но молодое Женское сердце Подчас И капельмейстера Забракует Я дочери Ни за кого Не прочу Но выходить За вас Господин Вурм Стал бы Отсоветовать Дайте мне Досказать Возлюбленному Который призывает Отца на помощь Я с позволения вашего Не верю Ни на медный грош Надо Чтобы девка Скорее отца и мать К черту послала Чем с милым Рассталась Вот это по-моему Молодец Вот это любовь А кто с женским полом Этого не добьется Тот садись На палочку Верхом Да и отваривай Покорно вас Благодарю Господин Миллер Покорно вас Благодарю Да за что Мы вас Ничем не поподчевали Господин Вурм Ничего не слушает Ну с чего Принялась Ты давеча Трещать Про знатную Ворон Что-то Про дочь Нашла Кому говорить Только стоит Ему Что-нибудь На носу Зарубить Так на другой День Уже на рынке Станут Призвонить В скромном Плаке С молитвником В руках В комнату Ходит Луиза Здравствуйте Батюшка Молодец Луиза Очень Приятно Видеть Что ты так Усердно Помнишь Господа Твоего Будь Всегда Такой И вот Десница Сохранит Тебя Ах Я Великая Грешница Батюшка Был он Матушка Кто Дитет Ах Я И забыла Что есть При свете И кроме него Люди Не был он Фальтер А я думал Что Луиза Оставила В церкви Это имя Я понимаю Вас Батюшка Чувствую Нож Что вы Вонзаете В мою совесть Но уже Поздно Нет Во мне Прежнего Благочестия Батюшка Небо И Фердинанд Рвут Друг 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 Мою Душу Я Боюсь Боюсь Нет Нет Батюшка Разве Не лучшая Хвала Художнику Если мы Забываем О нем Глядя На его Творение Вот Они Плоды Этих Безбожных Крик Где-то Он Теперь Знатные Девицы Видят Его Слышат А я Жалкая Позабытая Девушка Что Нет 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 Простите Мне Я не плачу На свою Судьбу Я хочу Только Немного Думать На нее Батюшка Разве Солнце Горде Величественное Солнце Наказывает Жалкую Мошку За то Что Она Греется В его Лучах Луиза Все Что Остается Мне Еще Прожить На белом Свете Отдал Я Чтобы Только Тебе Никогда Не Встречаться С майором Что Вы Говорите Что Такое Нет Вы Не то Хотели Сказать Добрый Батюшка Будто Вы Не знаете Что Фердинанд Мой Создан Для Меня Дан Мне На радость Когда Я увидела Его В первый Раз Кровь Бросилась Мне В лицо И От Родни Забилось Сердце Каждое Биение Говорило Мне Каждое Дыхание Шептало Это Он И Весь Мир Весь Мир Радовался Вместе Со Мною И Звучал Для Меня Этими Словами Тогда Ох Тогда Взошло Для Души Моей Первое Утро Тысячи Новых Чувств Распустились В моем Сердце Как Цветы В поле Когда Наступает Весна Я не Видела Мира Перед Собой А все Таки Мне Кажется Никогда Не Был Мир Так Прекрасен Я Не Думала О Бое А Между Тем Никогда Так Не Любила Луиза Луиза Весела Весела Так Так Стар 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 Я Сын Президента Тем Больше Что Что Кроме Любви Может Усладить Проклятие Которое Навлечет На меня Разорение Страны Моим Отцом Как я Боюсь Я Ничего Не Боюсь Ничего Кроме Пределов Твоей Любви Пусть Горами Встанут Между Нами Препятия Они Будут Мне Ступенями По которым Я Побегу В Объятия Моей Луизы Грозы Враждебной Судьбы Раздуют Мои Чувства Опасности Придадут Больше Прелести Моей Луизе Не Говори Не Говори Ничего О боязни Моя Милая В этих Объятиях Играючи Пройдет Луиза Путь Жизни Прекраснее Нежели Какое Отпустила Сюда Примет Тебя Небо И должно Быть С изумлением Сознаться Что Лишь Любовь Дает Душе Окончательную Отделку Довольно Умоляю Тебе Молчи Если б Ты знал Ты же Знаешь Что Надежды Твои Как фурии Терзают Мне Сердце Луиза Как Что за Странность Я забыла Эти грезы Я была Счастлива А теперь Теперь С нынешнего дня Конец Спокойствия Моей жизни Ты зажег Пожар В моем Молодом Мирном Сердце И этому Пожару Никогда Никогда Не угаснуть Продолжение следует... Кабинет Президента Окна Затянуты Плотными Шторами По стенам Золоченых Бра Горят Свечи Ходит Президент За ним Следует Вурм Серьезная Привязанность Мой Сын Нет Вурм Этого Я никогда Не поверил Прикажите Ваше Превосходительство Я представлю Доказательство Ты говоришь Она дочь музыканта Учителя музыки Миллера Хорошенькая Ох Прекраснейший Экземпляр Блондин Ох Девчонка И тебе Приглянулась Но мне приятно Что у моего сына Есть вкус А удастся ему Все Это отлично Значит Он счастлив Окажется В развязке Комедии Здоровый Внучек Превосходно В честь Добрых Предзнаменований Для моего Родословного Дерева Я разопью Лишнюю Бутылку Малаги И заплачу В полицию Штраф За его девку Я бы Более всего Желал Ваше Превосходительство Чтобы вам Не пришлось Распить Эту бутылку Ради Развлечения Вурм Помни Что если Я чему Верю То верю Упорно А если Сержус Сержус До бешенства Я от души Верю Что тебе Было бы Очень приятно Спихнуть Шею Соперника Но мне Не нравится Ребезный Вурм Что ты Затеял Меня Обманывать Понимаешь Простите Меня Ваше Превосходительство Если Во мне Действительно Говорит Ревность То она Говорит Разве Глазами А не Языком А я думаю Ее и вовсе Не нужно И там Ты можешь В скором Времени Иметь возможность Отплатить Своему сопернику Той же монету У меня В кабинете Лежит приказ По которому Леди Бильфорд По случаю Прибытия Новой Герцогини Должна Получить Для виду Отставку И выйти Для полноты Обмана Замуж Ты знаешь Вурм В какой степени Значение Мое Зависит От влияния Леди Герцог Ищет Партии Для Мильфорда На вызов Может явиться Другой Заключить Торп Обладеть Вместе С любовницей Герцога Его доверием Сделаться Ему Необходимым Герцог Должен Остаться В сетях Моей Семьи И Фердинанд Женится На Мильфорде Ясно Теперь Тебе Так Ясно Ваше Преусходительство Что даже Глазам Больно Я сегодня Объявлю Сына Предстоящему Мумбраке Выражение Лица С которым Он будет Слушать Меня Или Подтвердить Твое Подозрение Или Совершенно Опровергнуть Его Извините Меня Ваше Преусходительство Мрачное Выражение Которое Вы верно Увидите Может Относиться К предлагаемой Ему Вами Невесте Так же Как И К отнимаемой Позвольте Просить Вас Строже Испытать Его Выберите Для него Самую Безукоризненную Партию Во всем Герцогстве И если Он Согласится Сошлите Хоть На каторгу Вашего Секретаря Вурма Черт Это Так Мать Воплощенная Глупость Все Выболтала Мне В простоте Душами Хорошо Сегодня Об одном Прошу Ваше Превосходительство Не забудьте Что майор Сын Моего Господина От тебя Не тронут Что старание Избавить Вас От непрошенной Невестки Стоит Того Чтобы Помочь И тебе Добыть Жену Ладно Вурма Покров Верный Слуга Вашего Превосходительства Смотри Вурма То Что Я Сказал Тебе Сейчас По Секрету Если Ты Проболтаешься То Ваше Превосходительство Покажет Мои Фальшивые Бумаги Вурму Ход Тебе То Я Уверен Ты У меня Как Жук На Ниточке На Собственных Своих Плотнях Как Маршал Хон Каль Как Раз Кстати Проси Как Страшки Милейшие Как Спали Как Почевали Простите Что Так Поздно Имею Удовольствие Куча Дела Карты К столу Визитные Билеты Составление Партии Для Сегодняшнего Катания На Санях Уф А тут Еще Надо Было Присутствовать При Леве И Донести Его Высочеству О Состоянии Погоды Да Маршал Урваться Было Трудно Да Еще Вдобавок Меня Заставил Ждать Мошенник Портной И Несмотря На Все Этого Всюду Поспери Молодцом Это Еще Не Все У меня Сегодня Беда За Бедой Вот Послушайте Возможно Вы Только Послушайте Не Успел Я Выйти Из Кареты Как Вдруг Лошади Чего-то Испугались Начали Рваться И Бить Копытами Так Что Окатили Мне Грязью Как Тут Быть Ради Бога Подставьте Себя В Мое Положение Барон Я Стою Уже Поздно Дело Днем Не Явиться Мне В этом Виде Его Высочеству Боже Правый Что Мне Приходит В голову Я Притворяюсь Будто Со Мной Обморок Меня Берут На руки И Кладут В карету Я Во весь Опор Домой Переоделся Скачу Назад Что Вы На Это Скажете Оказывается Я Все Таки Первый В приемной Как Вам Это Покажется Вы Превосходный Экспромт Человеческой Находчивости Но Оставим Это Как Значит Вы Уже Говорили С Герцогом Двадцать С Половиной Минут Вот Как Став Вы Можете Наверное Сообщить Мне Какую Нибудь Важную Новость Его Высочество Сегодня В Кафтане Цвета Мердуа Ох Скажите Нет Маршалец У меня Есть Новость Поинтереснее Ведь для Вас Верно Будет Новостью Что Леди Мильфорд Выходит За майора Фон Вальтера Возможно Ли И это Уже Решено Решено И подписано Маршал И вы Меня Очень Обяжете Если Сейчас Отправитесь К Леди Приготовите Ее К визиту И Разгласите По всей Столице Намерение Моего Пердина Ох С величайшей Радостью Милейшей Для Меня Ничего Не может Быть Приятней Лечу Сейчас Через Три Четверти Часа Весь Город Будет Знать Говори После Этого Что Эти Господа Ни Что Негодны Ну Теперь Мой Фердинант Должен Согласиться Или Значит Весь Город Гал Входит Вурм Позвать Ко Мне Сына Вы Приказали Батюшка К Несчастью Мне Приходится Приказывать Когда Хочется Порадоваться На Своего Сына Оставь Нас Вурм Фердинант Вот Уже Несколько Времени Наблюдаю Я За тобой И Не Нахожу В тебе Прежней Открытой Юношеской Живости Которая Так Восхищала Меня Какая-то Странная Грусть Неско Из твоего Лица Ты Избегаешь Меня Избегаешь Общества В Свои Годы Можно Простить Десять Кутежей Но Непростительно И Одна Забота Оставь Мне Думать О твоем Счастье Подойди Ко мне Обними Меня Фердинанд Вы Сегодня Очень Милостивый Батюшка Сегодня Путишка Ищи С какой Кислой Гримасой Говорит Фердинанд Для Кого Прокладывал Я Опасный Путь Сердцу Герцога Для Кого Я Навеки Нарушил Мир Совести Слушай Меня Фердинанд Я Говорю Сыном Для Кого Очистил Я Место Уничтожив Своего Предшественника Скажи Мне Фердинанд Для Кого Сделал Я Все Это Уж Не Для Меня Ли Батюшка Не На Меня Ли Должно Пасть Кровавое Отражение Этого Злодеяния Клину Случше Совсем Не Родиться Чем Служить Оправданием Этому Преступлению Это Что Это Что Такое Впрочем В твоей Романической Голове Можно Простить Фердинанд Я Не Хочу Сердиться На На Меня Романической Страх, хула, вот печальные зеркала, в которых отражается улыбка высокого вастелина. Слезы, проклятия, отчаяние, вот та страшная трапеза, за которой раскошествуют эти хваленые счастливцы. Мой идеал счастья, умерения, он заключается во мне самом. Все мои желания схоронены у меня в сердце. Превосходно, удивительно, неподражаемо. Через 30 лет мне приходится опять выслушивать первую лекцию. Сказать только, что моя 50-летняя голова стала тупать для учения. Фердиланд, ты должен решиться, сегодня же решиться, вступить в брак. Батюшка! Без комплиментов. Я послал твоего имени карточку к леди Мильфорд. Ты сейчас же отправишься к ней и скажешь ей, что ты ее жених. Мильфорд, батюшка! Надеюсь, ты знаешь ее. Да есть ли позорный столб в герцогстве, который бы не знал ее? Ну, не правда ли я смешон, батюшка, что принимаю вашу шутку за дело? Захотите ли вы быть отцом под лицу сыну, соединяющему свою судьбу с фавориткой герцога? Напротив, я и сам посватался бы за нее, будь ей годен 50-летний муж. Захотел бы ты быть сыном под лица отца? Нет, нет. Но приносит эту дерзость. Можно простить разве только ради ее оригинальности. Заклинаю вас, батюшка, не оставляйте меня дольше в этом сомнении. При нем мне невыносимо называться вашим сыном. Да ты с ума сошел! Всякий благоразумный человек стал бы добиваться чести, занять таким образом место своего государя. Вы становитесь для меня загадкой, батюшка. Вы называете это честью? Честью разделять с государем то, в чем он перестает быть и человеком? Смейтесь, смейтесь. Останете даже это в стороне. С каким лицом покажусь я самому жалкому ремесленнику, который за своей женой взял в приданное, по крайней мере, неопозоренное тело? С каким лицом явлюсь свете, герцогу? С каким лицом явлюсь перед его любовницей, которая омоет в моем позоре пятно своей чести? Где ты научился так разговаривать? Заклинаю вас, батюшка, эта гибель вашего единственного сына не сделает вас настолько счастливым, насколько он будет несчастен. Возьмите мою жизнь, батюшка. Жизнь получил я от вас. Не колеблась ни минуты, я готов пожертвовать ее вашим успехом. Но честь, мою батюшка, если вы отнимете у меня честь, то и дать мне жизнь было легкомысленной подлостью, и я буду проклинать вас, отца и спотника. Да, браво, браво, мой милый. Теперь я вижу, что ты вполне молодец и стоишь лучшей невестой во всем герцогстве. Так и будет. Сегодня же в полдень ты обручишься с графиней Остгейм. Надеюсь, против этого нечего возмущаться твоей чести. Да, батюшка, Фредерика Остгейм могла бы составить счастье всякого другого. Я жду твоей благодарности, Фердинанд. Батюшка, горячо благодарю вас за вашу сердечную заботу обо мне. Ваш выбор безукоризнен. Но я не могу. Я не смею. Жальтесь надо мной. Я не могу любить графиню. Ага. Теперь я поймал, но отца. Значит, дело вовсе не в чести. Значит, тебе противна не невеста, а самый брак. Куда? Стой! Как-то ты уважаешь отца. Леди извещена о твоем визите. Я дал слово герцогу. Все в городе и при дворе знают об этом. Если ты сделаешь меня ужецом перед герцогом, перед леди, перед светом, смотри, Фердинанд. Или если я проведаю про какие-нибудь истории, что эта вся краска исчезла вдруг с твоего лица? Нет, нет, я... Я ничего, Батюш. А если это не ничего, и я найду причину твоего упорства, как парад начинается, ты будешь уредить тотчас после пароля. Слышишь? Ты будешь там? Или берегись моего гнева? И это был голос отца. Да, я поеду к ней. Поеду. Выскажу ей все. Покажу ей ее, как в зеркале. И если ты тут захочешь, мои руки ничтожные, перед лицом всего народа, войска, двора и герцога, вооружи ты всею гордостью своей Англии, я, я отвергну тебя. Зал во дворце леди Мильфорд. Приподняв штору, камеристка Софи смотрит в окно. Леди Мильфорд сидит за фортепиано. Парад кончился, офицеры расходятся, Вальтера еще не видно. Не знаю, что сегодня такое со мной, Софи. Никогда еще со мной этого не было. Пойди, Софи, били оседлать мне самую бешеную лошадь, которая только есть на конюшне. Мне надо на простору видеть ясное небо людей. Может быть, мне тогда будет легче на душе. Если вы чувствуете себя не совсем хорошо, миледи, назначьте прием сегодня у вас. Пусть герцог обедает здесь или сядет за карты перед вашей собой. Да пусть у меня в распоряжении герцог и весь его двор, я никогда и не подумала бы скучать. Да я готова платить тебе по бриллианту за каждый час, только бы они не мозолили мне глаза. Жалкие и мерзкие людишки. Ну уж герцога-то вы исключите из этого числа, миледи. Мужчины более красивого, любовника более пламенного, человека более умного не найти во всем его герцогстве. Да от того, что это его герцогство. И только герцогской сан Софи может служить слабым извинением моему выбору. Ты говоришь, мне завидует? Меня следовало бы скорее жалеть, ведь из всех тех, кого питает трон, никто так грустно не кончает, как фаворитка. Я продала герцогу свою честь, но сердце свое я оставила свободно. Сердце, милая Софи, которое может быть еще достойно любви. Дай мне человек, о котором я сейчас думаю, которого боготворю, и я брошу к ногам герцога его, герцог, с твоего честь, и убегу с этим человеком. Убегу в самую отдаленную пустыню на земном шаре. Боже мой! Что вы? Что с вами, миледи? Да, Софи, брак с майором. И ты, и свет, вы ошибаетесь, думая, что это только придворная интрига. Нет, Софи, это дело моей любви. Слободушный герцог, хитрый президент и дурак гофмаршал, все они убеждены, что этот брак это самое действительное средство сохранить меня для герцогов, упрочить нашу связь. Нет, Софи, навеки разорбать ее, разбить эти позорные оковы. Только бы он был мой, мой. И тогда прощай, навеки отвратительное величие. Его высочество герцог приказал кланяться, миледи, и прислал ей на свадьбу эти бриллианты, они только что получены из Венеции. Слушай, что заплатил твой герцог за эти камни? Они не стоят ему ни гроши. Как? Эти дорогие камни, которым нет цены, ничего не стоят им? Вчера семь тысяч человек отправилось в Америку. Те все заплатят. Что с тобой, старик? Ты плачешь? Эти бриллианты и моих двое сыновей пошло. Но не по неволе? Боже мой, нет. Все по доброй воле. Правда, вышли двое, трое молодцов посмелее перед фронтом и спросили полковника, о чем продает герцог пару людей. Но милостивый наш герцог велел выступить на плацпарад всем полком и расстрелять крикунов. Мы слышали, как грянули ружья, видели, как брызнул на мостовую мозг, и вся армия крикнула «Ура!» в Америку! Боже мой! Боже мой! А я ничего не слыхала? Напрасно! Вы поехали с нашим герцогом на медвежью травлю, как раз когда ударил сбор к выступлению. Жаль, что вы это торжество пропустили. Там сироты с воем догоняли своего отца, а тут бежала, как обезумев, мать, чтобы пропороть штыком своего грудного младенца. Женихов и невест отгоняли друг от друга сапельными ударами. В отчаянии стояли седые старики, и кидали вслед детям свои костыли. Возьмите, мол, их в Америку! А барабаны-то со всех сторон трещали, чтобы Господь Всеведущий не услыхал наших молитв. Ужасно! Бесчеловечно! Прочь эти камни! Они жгут мое сердце! Успокойся, бедный старик! Твои сыновья возвратятся! Они опять будут на родине! к Богу! К Богу это известно! Да, будут! Они ищу городских ворот обернулись и кричали. Бог вас храни, жены и дети! Да здравствует наш герцог! На страшном суде свинься! А мне говорили, что я сушила здесь все слезы! Вот тебе, старик, возьми! Это за то, что ты мне сказал правду! Положите это к остальным! Софи! Софи, беги за ним! Узнай, как его зовут! Скажи, что его сыновья возвратятся к нему! Софи выходит, тот же возвращается! Не правда ли? Недавно говорили, что пожаром истребило целый город на границе и около четырехсот семейств пошло по миру? Это действительно так! Но как вы это вспомнили? Сейчас же отнести это в банк! Сказать, что я немедленно приказала превратить все это в деньги и раздать это тем четырем стам несчастным, которые потерпели от пожара! Слушаю! Подумайте, миледи, какой немилости вы можете подвергнуться! Так мне носить на голове проклятие его страны? Нет, Софи, лучше носить в волосах фальшивые алмазы, лишь бы в сердце жило сознание доброго дела. Майор фон Вальтер! Боже мой, вы побледнели! Софи, Эдуард, Эдуард, скажи, что мне не здоровиться. Нет, 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 подожди, скажи, что он как весел, что он говорит. Софи, Софи, я не хороша сегодня. Ради Бога, миледи! Прикажете отказать? Нет, рысь. Софи, Софи, говори, как мне принять его? Что мне ему сказать? Я буду нема, он будет смеяться над моей слабостью. Ты оставляешь меня? Нет, нет, Софи, останься. Останься. Нет, нет, иди, иди. Нет, останься, останься. Придите в себя. Он уже здесь. Не беспокоили вас миледи? Немало, господин майор. Я очень рада. Я явился по приказанию моего отца. Очень благодарна ему. И должен объявить вам, что мы жених и невеста. Таково поручение отца. А что говорит вам ваше сердце? Министры и сводники никогда не справляются с сердцем миледи. А разве вам самому нечего прибавить к поручению? Очень много, миледи. Не угодно ли вам присесть сюда? Моя речь будет недолга, миледи. Я вас слушаю. Я человек чести. Я умею ценить вас. Дворянин. Лучший в герц. И офицер. Зачем же вы касаетесь достоинств, которые разделяют с вами и другие. И умалчиваете вы о лучших ваших качествах, которых нет вам равных. Здесь они мне не нужны. как понимать мне это предисловие, господин майор? Примите его за протест чести, если у вас есть охота насильно соединить свою судьбу с моей. Что это значит? Голос моего сердца, моего герба и этой шпаги. Но эту шпагу дал вам герц. Рукою герцог дало мне государство. Сердце мое дал мне бог, мой герц целые пять столетий. Но имя герцог. Не может же герцог извращать законы человечества или чеканить поступки как монету. Он сам стоит не выше чести, но он может зажать ей рот своим золотом, он может прикрыть свой стыд горностаевой мантией, но прошу осмелеть оставим это. Я готов все это позабыть, если бы вы только могли меня убедить, что награда не хуже самой жертвой. Господин Вандер, этого я не заслужила. Простите, мы говорим здесь без свидетелей. Я никак не могу понять, милей, чтобы женщина с такой красотой, с таким умом, качествами, которые оценил бы всякий достойный человек, могла отдаться герцогу, который сумел оценить в ней лишь ее пол. И эта женщина не стыдится предлагать свое сердце. Договаривайте. Не раз случалось, что женщины, позорно вступавшие на эту дорогу, примирялись с собою свет благородными делами. Отчего же здесь такой страшный гнет на всей стране? Прежде его не было. Я говорил от лица герцогства. Я кончу. Я вы первый вальтер решились обратиться ко мне с такими словами. И вы единственный человек, которому я на них отвечу. Вы отвергаете мою руку, и я уважаю вас за это. Вы хулите мое сердце, это я вам прощаю. Но я не верю, чтобы вы все это говорили серьезно. Решиться обратиться с подобными оскорблениями к женщине, которой достаточно одной ночи, чтобы погубить вас навеки, надо предположить в этой женщине или высокую душу, или быть без ума. Разорение страны взваливаете вы на мои плечи, это допросит вам Господь Всемогущий, который некогда рассудит и вас, и меня, и Герцем. Я не искательница приключений, какой вы меня считаете, господин Вальтер. Я царского происхождения, из рода несчастного Томаса Норфолька, павшего жертвой за шотландскую Марию. Отца моего, первого камергера при дворе, заподозрили в изменнических сношениях с Францией. Парламент его приговорил и ему отрубили голову. Наши имения поступили в казну. Нас самих изгнали из родной земли. Мать моя умерла в день казни. Я, тогда 14-летняя девочка, бежала вместе с своей воспитательницей в Германию. И вот одна без имени, без помощи и средств чужестранка, сирота приехала я в Гамбург. Я ничего не умела, ничему не училась, знала только немножко вязать, немножко говорить по-французски, да немножко играть на фортепиано. Зато привыкла спать под атласными покрывалами, есть на золоте и серебре, одним мановением руки рассылать десятки слуг и слушать лесть великих мира сего. Я проплакала шесть лет. Последняя бриллиантовая булавочка исчезла. Воспитательница моя умерла. И вот тут, как нарочно судьбе угодно было привести в Гамбург вашего герцога. Он увидал меня, стал следить за мной, отыскал мою квартиру, упал к моим ногам и клялся мне в любви. Картины моего счастливого детства воскресли передо мной во всем их обольстительном блеске. Черной могилой казалось мне мое беспросветное будущее, а сердце мое, сердце мое так пламенно жаждало другого сердца, что я и припала к его сердцу. Вот теперь осуждайте меня. Миледи, Мурман, что я слышу, что я наделал? Мне с вами ужасна моя дерзость. Я не могу ждать от вас прощения. Нет, слушайте дальше, Вальтер. Когда герцог привез меня сюда, в вашу страну, моим глазам представилось ужаснейшее зрелище. Сластолюбие великих мира сего уже страшно свирепствовало в вашей стране, Фердинанд, я взяла бразды правления у тирана, размягшего в моих объятиях. Отечество твое, Фердинанд, впервые почувствовал над собой человеческую руку и доверчиво склонилась ко мне на грудь. Я открывала темницы, разрывала смертные приговоры, я сократила не одну томительную вечность каторги, и как отрадно мне все это было делать, И вот вдруг является человек, который один может вознаградить меня за все это, человек, которого в мыслях своих я уже обнимала с палящей страстью. Довольно, довольно, это уж слишком, пощадите, умоляю вас, пощадите мое сердце, его терзают и стыд, и жгуче угрызение совести. Вальтер, неужели и теперь, когда это несчастное в непреодолимом, безумном влечении к тебе прижмется к твоей груди грудью пламенной и страстной любви, уже ли теперь ты произнесешь холодное слово честь? Вальтер, да неужели же теперь, когда это несчастное, подавляемое чувством своего позора, бросится вот так в твое объятие и захочет, чтоб ты спас ее? Вальтер, неужели теперь ей бежать твоего взгляда и, повинуясь страшному голосу отчаяния, ринутся в еще больший омут порока? Нет, 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 мне не выдержать этого. Миледи, я должен, я должен вам признаться, миледи. Нет, нет, не сейчас, не сейчас, умоляю всем, что для вас свято, только не сейчас, пусть это будет приговор на жизнь и смерть, я, я не могу, я не хочу вас. Нет, нет, миледи, вы должны меня выслушать. Я обманулся вас, миледи. Я ожидал, я желал вас найти достойные моего презрения. Я пришел сюда с твердым решением оскорбить вас и тем заслужить вашу ненависть. Если бы предположение мое удалось, это было бы счастье для нас обоих. Я люблю, милей, люблю простую девушку, Луизу Миллер, дочь одного музыканта. Я знаю, что меня ждет, но если бы благоразумие и заставило умолкнуть страсть, тем громче заговорил бы долг. Я виноват, я первый нарушил золотой мир ее невинности, баюкал ее сердце дерзкими надеждами и коварно предал ее бурной страсти. Вы напомните мне мое состояние, мое рождение, правила моего отца, но я люблю. Вы хотели мне что-то сказать, милей? Ничего, господин Вальфор. Разве только то, что вы губите себя, меня и еще третью. И еще третью? Мы не можем быть счастливы друг с другом, но мы должны пасть жертвой поспешности вашего отца. Никогда не владеть мне сердцем человека, который лишь по неволе отдал мне свою руку. По неволе, милей? Отдал по неволе, но все-таки отдал. И вы можете требовать руки без сердца. Вы можете отнимать у бедной девушки человека, в котором для этой девушки заключен весь мир? Отнимать эту девушку у человека, весь мир, которого заключен в ней? Вы, миледи, за минуту перед тем женщина, достойная удивления, вы готовы на это? Я должна. Страсть моя уступает моей нежности к вам, Бальтер. Честь моя не может сделать такой уступки. Все герцогство говорит о нашем браке. На меня устремлены все глаза, все стрелы насмешки. Ничем не смыть с меня позора, если подданный герцогом отвергнет меня. Боритесь своим отцом, защищайтесь, сколько у вас хватит силы, я взорву все мины. герцога. МОЛИТСКИЙ ГЕЛЕЙСКИЙ ГЕЛЕЙСКИЙ КОМНАТА КОМНАТА В ДОМЕ МИЛЕРА Луиза играет на портепиано. Быстро входит МИЛЕР. Я наперед сказал. Что такое, батюшка? Мой парадный капитан сюда, живо. Я должен предупредить его. Мне это тотчас же пришло в голову. Ради Бога, что такое? Да что случилось, что такое? случилось? Что еще случится, чертова кукла? Уж не сносить тебе головы. Вот он всегда так. Уж сейчас все и на меня. На тебя, проклятая трещотка, а на кого же вурн все выболтал? Ты то почем знаешь? Я почем знаю? Погиб там у калитки торчи посланный от министра. Я погибла. Да почем ты знаешь, что о Луизе дело? Может тебя рекомендовали герцогу? Может он тебя в оркестр хочет? В оркестр? Да, в такой оркестр, где ты сегодня будешь дисконтом быть, а моя спина будет контрабасом. Матушка, батюшка, что это мне вдруг так страшно стало? Только бы мне попалась в лапы эта чернильная душа. на этом ли свете или в будущем уж выколочу же я ему и тело и душу. Господи, спаси нас грешных. Куда нам теперь деться? Что делать? Что начать? Да говори же ты, миллер. Сейчас же иду к министру. Убегает взволнованный фергинат. Был здесь отец. Вот нами развязка. И моя хотя бы ад и небо встали между нами. произнес ужасное имя. Твой отец. Ничего, ничего. Ведь ты опять со мной. Ведь я опять с тобою. Ой, это были страшные минуты. Какие ты убиваешь меня? Минуты, Луиза, когда между моим сердцем и тобою встало постороннее лицо. Когда моя любовь побледнела перед мою совестью. Когда моя Луиза перестала быть всем для своего Фердинанда. Нет, никогда. Невозможно, миледи. Это уж слишком. Я не могу принести тебя в жертву это невинное существо. Успокойся. Успокойся, моя милая. Ты одержала верх. Я возвращаюсь победителем из опасной битвы. Нет, нет, не скрывай от меня ничего. Произнеси страшный приговор. Ты назвал своего отца? Назвал милю? А я отца выходит замуж? За меня несчастных. Что же, чего я так испугалась? Вот старик-отец не раз говорил мне это. Я все не хотела ему верить. Батюшка, батюшка, дочь твоя опять с тобой. Прости меня, батюшка. Луиза, Луиза, боже мой, дочь моя, бедная моя дитятка, будь проклят, соблазнитель, будь ты проклята, сводья. Бог да простит вас, бород, за что вы убиваете эту омечку? Но я сломлю его интриги, разорву все железные цепи предрассудка. Мой выбор будет выбором свободного человека, и эти мелкие души исчезнут в исполинском подвиге моей любви. Останься, останься, куда ты? Батюшка, матушка, в эту ужасную минуту покидает он нас. Сюда приедет президент, он будет грубо обращаться с нашей дочерью, с нами, а вы оставляете нас, господин Вальтер. Оставляет, а что же, а чего бы не так, ведь она все ему отдала? Потерпите, барон, подожди сначала ты своего отца, если ты не трус, расскажи ему, как ты вкрался в это сердце, обманщик, или, клянусь, богом, сначала ты разданешь эту несчастную, которая любовь твоя обрекла на такой позор. ко мне, Луиза. Клянусь, что минута, которая разрознит нам руки, разорвет и нить, связующую меня с миром. Я люблю тебя, Луиза, ты будешь моею. Теперь к отцу. Ты здесь? В доме невинности, где сын учится быть покорным отцу. Ты отец? Я музыкант Миллер. Ты мать? Да-да, мать. Отец, уведи дочь, она того и гляди упадет в обморок. Излишняя забота. Мы ее приведем к чувству. Давно ли ты знакома с президентским сыном? Я не спрашивала, кто он такой. Фердинанд Вальтер ходит ко мне с ноября. Боготворить ее! Давал он тебе обещания самые торжественные. Погоди, завутка исповеди в твоих безумствах. Я жду ответа. Он клялся мне в любви? И сдержит клятвы. Долго ли мне говорить, чтобы ты молчал? И ты принимала клятвы? Я отвечала тем, что союз наш заключен. Я верю выкинуть вон это эхо. Раэйсен платил тебе каждый раз. Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете. Не понимаешь? Ты надеюсь, не дарила же свои ласки? Что такое? господин Вальтер, вы теперь свободны. Батюшка, невинность и в нищенском платье требует уважения. Забавная выдумка. Отец должен уважать любовницу своего сына. Праведное небо. Батюшка, раз был я обязан вам жизнью, долг мой уплачен, обязательство сынов непокорности разорвано. Ваше превосходительство, кому дитя ближе, как не отцу? Кто позорит дочь, бьет в лицо отца, а на пощечину отвечают пощечиной. Такая у нас такса. Извините, что? господи, господи, спаси нас и помилуй. И сводник заговорил. Меня зовут Миллер, если угодно послушать, а даже о, извольте, а сводничать я не умею. Пока этого народу много при дворе, нас, мещан, еще не требуется. Извините. Ради бога, старик, ты погубишь и жену, и дочь. Играя такую роль, батюшка, вам хоть бы от свидетелей себя избавить. Хорошо и честно сказано, ваше превосходительство распоряжайтесь как хотите в герцогстве, а это мой дом. Низко вам поклонимся, если случится подавать прошение, а не прошенного гостя выбросим за порог. Извините. Что? Что такое? Это было лишь мое мнение, господин барон, извините. Ох, мерзавец, с твоими дерзкими мнениями я тебя упечатаю, вострок. Эй, полицию сюда! Отца вострок, мать и потаскушку дочь к позорному столбу. Погодите, еще не бойтесь, я с вами. Не будьте так поспешны, батюшка, если вы дорожите собой, не употребляйте насилия. Есть уголок в моем сердце, где еще никогда не слышало слово отец. Не затрагивайте этого уголка. Молчи, негодяй! Присмотри за дочерью жена, я побегу к герцогу! Герцогу! Берите их именем герцога! А-а-а! Прочь от этой потаскушки, мальчишка! Смилуйтесь! Смилуйтесь! Смилуйтесь, ваше превосходительство! Смилуйтесь, жальтесь! Умоляй Бога, дура, а не мерзавца! Заодно уж не идти в остров. Смотри, не ошибись в расчете каналия. Можешь ищи на виселицу попасть. Что вам сказано? Кто смеет? Пусть дотронется до нее, кто и тереп свой продал полиции. Пощадите себя, не доводите меня до крайности, батюшка. Если вам дорог ваш хлеб, трусы. Прочь, говорят вам, прочь! Еще раз пожалейте себя, не доводите меня до крайности, батюшка. Так будь вашу сердие мошенники, если уж на то пошло, прости меня, нефестная правосудия. Посмотрим, пронит ли меня эта шпага. Батюшка, вы представляете язвительный пасквиль на божество. Плохо же знает она людей, если из отличных палачей делает дурных министров. Уведите ее. Батюшка, она будет стоять у позорного столба, но вместе с майором, сыном президента, вы все еще настаиваете. Там забавнее будет спектакль. Уведите. Батюшка, я брошу свою офицерскую шпагу к ее ногам. Вы все еще настаиваете. Пага твоя и на тебе привыкла к позору. Ведите. Батюшка, я не позволю позорить мою супругу. Я скорее заколю ее. Вы все еще настаиваете. что ж, если клинок твой остер. Ты мне свидетель всемогущей боже. Я перепробовал все человеческие средства. Теперь примусь за дьявольское. Идите. Идите ее к позорному столбу. А тем временем я разглашу по всей столице историю о том, как попадают президенты. Что такое? Фердинанд! Оставьте я! трюх дьявол carroют рог рог р КОНЕЦ В сопровождении в Урме ходит президент. Проклятая штука! Я этого опасался, ваше превосходительство. Насилие всегда раздражает мечтателей, но никогда не обращает их. Я возлагал все свои надежды на этот арест. Я так рассуждал. Если девушку опозорить, он как офицер отступится. Прекрасно. Но без позора дело бы и не обошлось. Мне не следовало поддаваться. Он, наверное, никогда бы не привел в исполнение своей угрозы. Не думайте этого. Раздраженная страсть готова на всякое безумие. Он слишком молод и слишком горяч. Ему не может нравиться медленный, извилистый ход интриги. Могу я говорить откровенно? Как приговоренный со своим товарищем. В таком случае, извините меня. Вы, мне кажется, обязаны всем своим президентством гибкой придворной науки. Отчего же не верили вы себя ей, как отца? Я помню, с каким чистосердечием вы уговорили тогда своего предшественника сыграть партию в пикет. И провели у него чуть не целую ночь, дружески попивая с ним бургонское. А ведь в эту самую ночь должна была вспыхнуть подведенная под него мина и взорвать его на воздух. Забудьте же на время, что вы отец. Не вступайте в борьбу со страстью, которую каждое сопротивление только усиливает. Предоставьте мне на ее же огне вывести червя, которые ее подточили. М-м-м, это любопытно. Или я плохо понимаю барометр души, или майор так же ужасен в ревности, как и в любви. Заподозрите девушку в его глазах, хотя бы даже без всякого вероятия. Ведь довольно одного грана дрожжей, чтобы привести целую массу в разрушительное брожение. Ну, откуда взять этот гран? А вот мы и дошли до главного пункта. Прежде всего, объясните мне, в какой степени для вас важно покончить роман с мещанской девушкой и привести в исполнение ваш план относительно леди Мильфорд. Можешь ли ты об этом спрашивать, Вурман? Я рискую своим влиянием, если свадьба с леди не удастся, и головой, если стану принуждать майора. Теперь будьте так добры и выслушайте меня. Майора мы отпутаем хитрость. Против девушки призовем на помощь всю нашу власть. Мы продиктуем ей любовную записочку к третьему лицу и логким образом подсунем ее майору. Глупая выдумка. Так она сейчас и согласится написать свой собственный смертный приговор. Должна согласиться. Только уполномочительная. После того, что случилось в доме музыканта, нет ничего легче, как пригрозить старику уголовным судом. Этим логким пуговам надо поставить всю семью в затруднительное положение. Прежде всего мы засадим в тихомолку музыканта. Чтобы напугать побольше, можно взять и мать. Но говорить об уголовном обвинении, о бешафоте, о пожизненном заключении в крепость и единственным условием их освобождения сделать письмо дочери. Ага. Прекрасно. Понимаю. Она любит отца до страсти, можно сказать. Опасность его жизни. Путница в голове, о которой я постараюсь, все это вместе. Она должна попасть в логу. Но, сын мой, ведь он, пожалуй, догадается. Это взбесит его еще больше. А уж это предоставьте вы мне. Отца и мать мы выпустим не прежде, как вся семья даст нам формальную клятву держать все дело в секрете и подтвердить обман. Клятву? Да что значит клятва, дурак? Для нас ничего, ваше превосходительство. Но для этого сорта людей все. Теперь посмотрите, как ловко таким образом оба мы достигаем цели. Девушка потеряет любовь майора и свою добрую славу. Отец и мать попритихнут. И мало-помалу вся эта передряга так их укротит, что они под конец станут считать милостью, если я для исправления репутации их дочери предложу ей руку. Да ты меня перекидрил, Плут. Все придумано дьявольски тонко. Ученик превзошел учителя. Теперь вот в чем вопрос. К кому должно быть адресовано письмо? С кем ее заподозрить? Разумеется, с таким человеком, который или все выиграет, или все потеряет в зависимости от решения вашего сына. Я знаю только гофтмаршала. Будь я Луиза Миллера, он не был бы в моем вкусе. Отчего же нет? Превосходно! Блестящий наряд, госчерпомцев. Вот ты все это не можешь, наконец, скружить голову мещанки. Ах, мой друг, ревность не так разборчива. Я пошлю за маршалом. Пока вы займетесь им и прикажете арестовать скрипача, я пойду и сочиню требуемое любовное письмо. Как только напишешь, принеси мне его прочесть. Съезжую минуту послать приказ об аресте в полицию. Кто-нибудь другой из вас? Пусть сходит к гофтмаршалу и попросит его ко мне. Господин гофтмаршал подъехал к крыльцу. Тем лучше. Ну, а лясь произвести как можно осторожнее. Очень хорошо, ваш предстоятель. Скажи там, чтобы не вышло шуму. Слушаю, ваш предстоятель. Как можно тише, понимаешь? Слушаю, ваш предстоятель. А как вам, ампасса, милейший? Ну что вы, как поживаете? Сегодня вечером идет большая опера Дидона. Удивительнейший фейерверк. Весь город будет пылать. Надеюсь, вы посмотрите. Так, у меня в доме сейчас такой фейерверк, что того и, гляди, все мое величие взорвет на воздух. Вы как раз кстати приехали, любезный маршрут. Вы можете посоветовать мне деятельно помочь в деле, которое нас обоих или далеко подвинет, или совсем убьет. Садитесь. Вы меня пугаете, милейший? Я вам говорю, или подвинет, или совсем убьет. Вы знаете мой проект насчет майора и леди. Ну, конечно. Вы понимаете, как было необходимо упрочить и ваше, и мое счастье? Да. И все может рухнуть как бы. Фердинанд мой не соглашается. Не соглашается? Не соглашается? Да ведь я же раструбил об этом по всему городу. Все уже говорят о свадьбе. Вы можете прослыть по всему городу в гном. Он любит другую. Вы шутите? Да будто это препятствие. Самое непреодолимое с такой упрямой головой. Надо быть без ума, чтобы отказаться от своего счастья. Не правда ли? Спросите его. И послушайте, что он вам ответит. Ну, что же он может ответить? Что он откроет всему свету преступление, которое вывело нас в знать. Что он укажет наши фальшивые письма и отчеты. Что обоих нас выдаст головой. Вот что он может ответить. Он на те... Что вы... Он готов все это привести в исполнение. Что вы на это скажете? Я ничего не могу придумать. Это вы еще ничего. Но в то же время шпионы доносят мне, что обершенк-бок уже совсем готов посвататься за леди. Вы меня с ума сводите. Кто такой? Фон-бок? Вы говорите. Да знаете ли вы, что мы смертельные враги? Ну и этот человек женится на Мильфорд и будет первый особый предварец. Лучше бы вы ударили меня ножом в сердце. Он жарится. Он будет. Но почему же я не вижу необходимости? Фердинанд мой не соглашается. А другого охотника нет. Для него, что вы не знаете какого-нибудь средства заставить майора лишиться. Хоть какого-нибудь самого странного, самого отчаянного средства. Ведь для нас нет теперь ничего такого, перед чем мы могли бы остановиться, только бы помешать проклятому богу. Я знаю только одно средство. И оно зависит от вас. От меня? Какое же это средство? Рассорить майора с его возлюбленными. Рассорить? То есть как же это? И что же я могу сделать? Все будет уважено, если мы заподозрим в его глазах девушку. В чем же? А, в воровстве, например. Кто же это вам поверит? Нет. Что у нее есть другой любовник. И этот другой? Вы, барон. Я? Она дворянка? Она дочь музыканта. Значит, мещанка. Нет, это не идет. Да что не идет, какой вздор? Кому же придет в голову справляться родословная хорошенькая девочка? Да, но вспомните, что я человек женатый. И, наконец, моя репутация при дворе. А, ну, это другое дело. Увидите. Я еще не знал, что для вас важнее быть человеком безукоризненной нравственности, чем человеком с влиянием. Ну, оставь этот разговор. Ах, полно, Тибарон. Я не так вас понял. Нет, 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 нет. Вы совершенно правы. Мне уже самому надоело. Я остановлю машину. Пусть Бог будет первым министром. А я? Вам хорошо говорить, вы ученый. А я, мой взгляд, что же будет со мной, если меня оставит ее русовочкой? Ну, вы будете вчерашним каламбуром, прошлогодней модой. Умоляю вас, милейший, добрейший, выкиньте из головы эту мысль. Ведь я готов на все. Хотите вы дать свое имя для свидания, которое письменно назначит вам эту мысль? Боже мой, разумеется. Вы выроните это письмо где-нибудь в таком месте, где оно может попасться на глаза майору. Например, на параде. Я как будто нечаянно выроню его, вынимая носовой платок. Вот, вот, вот. И разыграете перед майором роль ее любовь. Мар, говори, уж я его отделаю. Я отобью гудерзкого охоту мешать моим амурам. И так все улажено. Письмо будет написано сегодня же. Вы перед вечером зайдите сюда взять его и уговорите со мной насчет вашей роли. Как только сделают 16 визитов через вычайной важности. Поэтому извините меня, что я не остаюсь. Я рассчитываю на вашу ловкость, маршал. Ах, Монгье, ведь вы меня знаете. Вечер. Луиза, только что вернувшаяся домой, в волнении ходит по комнате. Где это батюшка с матушкой? Батюшка обещал воротиться через несколько минут. А прошло пять ужасных часов. Уж не случилось ли с ним какой беды? Ой, кто тут? С добрым вечером нам займили. Вы ищете, может быть, президента, господин Борн? Его уже нет здесь. Я вас ищу. Удивляюсь, что вы пошли не на площадь. Зачем же туда? Увезти вашу невесту от позорного столба. Ансель Миллер, вы напрасно меня подозреваете. Что вам угодно? Меня прислал ваш батюшка. Батюшка? А где батюшка? Где не очень хотел бы быть. Ради бога, где батюшка? В тюрьме. В тюрьме? За что же? По приказанию герцога. Герцога? С оскорблением величества в лице его представителя. Боже мой. Ему грозит суровое наказание. Только этого не доставало. Только этого. А Фердинанд? Должен выбрать или леди Мильфорд, или проклятие лишения наследства. Страшная свобода выбора. А где моя матушка? В рабочем доме. Теперь все. Все. Может быть, у вас есть еще что-нибудь в запасе? Договаривайтесь. Теперь я могу выслушать все. Что случилось, вы уже знаете. Но не знаю, что случится. Что ждет боеваться? Криминальный процесс. Что это такое? Что это такое, криминальный процесс? Суд на жизнь или смерть. Боже мой. Благодарю вас. Что это значит? Уж не вздумала ли она. Не может быть. Я отвечаю за ее жизнь. Извините меня, господин Бурн. Надо запереть дверь. Я ухожу. Куда же так поспешно? К герцогу. Что? Куда? Герцог. Разве вы не слышите? К тому самому герцогу, который хочет велеть судить моего отца на жизнь и смерть. Герцогу? Я знаю, над чем вы смеетесь. Но ведь я иду туда не в надежде на милость. Боже меня сохрани. Я хочу только встревожить его своим криком. Я слышала, что великие этого мира еще не знают, что такое горе. Не хотят знать. Я скажу ему, что такое горе. Идите, идите, идите. Умнее ничего нельзя выдумать. Я вам советую идти и даю вам слово, что герцог согласится. Что вы сказали? Вы мне сами советуете. А почему вы знаете, что герцог согласится? Разумеется, недаром. Недаром? Какой же ценой продает он свое милосердие? А такая хорошенькая просительница чего-нибудь да стоит. Боже, праведная. Надеюсь, цена не велика, когда надо спасти отца. Нет. Пусть Бог поможет тебе, батюшка. Дочь твоя скорее умрет за тебя, чем согрешит. Для бедного покинутого старика это будет новость. Моя Луиза говорила мне. Она меня уронила. Она меня и поднимет. Пойду передать ему ваш ответ, Мамзельвы. Остановитесь, остановитесь. Погодите. Говорите же. Советуйте. Что могу, что должна я делать? Есть лишь одно средство. Это средство. И ваш батюшка желает. Батюшка? Что же это за средство? Если вы захотите освободить майора. От его любви. Вы шутите надо мною. Вы предоставляете моей воле то, к чему я принуждена по неволе. Вы не так меня поняли, милая Луиза. Майор должен отступиться первый и добровольно. Он не отступится. Это только так кажется. Мы попробуем. Сядьте-ка. Что ты замышляешь? Сядьте и пишите. Вот перо, чернила и бумага. Что мне писать? Кому писать? К палачу вашего отца. Ох ты, мастер, истязать души. Милостивый государь. И, государь, вот уже три несносных дня, несносных дня, как мы не видались. Кому письмо? К палачу вашего отца. Боже, правильно. Остерегайтесь майора. Майора, который целый день стережет меня, как аргус. Нет, это неслыханная подлость. К кому письмо? К палачу вашего отца. Нет, нет, это бесчеловечно. Делайте со мной что хотите, и я ни за что не стану писать. Как угодно, нам зелы. Это в вашей воле. В моей воле, говорите. В моей воле. Иснуйте дальше. Целый день стережет, как аргус. Есть? Дальше. У нас вчера был в доме президент. Смешно было смотреть, как добрый майор защищал мою честь. Прекрасно. Прекрасно, превосходно. Продолжайте. Я прибегла к обмороку. К обмороку, чтобы не захохотать. О, небо. Но мне становится уже несносно притворяться. Притворяться. Как бы я рада была от него отделаться. От него отделаться? Завтра он на службе. Наблюдайте, когда он уйдет от меня, и приходите по уговору. Есть по уговору? Все есть. По уговору, клювящий вас, Луизе. Мне достает только адреса. Господину гофмаршалу фон Карп. Боже мой, это имя так же чуждо моему слуху, как чуждо сердцу моему эти постыдные строки. Возьмите, сударь, свои честные фердинанды. Фердинанды. Все счастье своей жизни отдаю я в ваши руки. Фердинанды. Фердинанды. Не договаривайте, сударь. Фердинанды. 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 Поздний вечер. В комнате темно. Луиза, задумавшись, сидит в кресле. С тускударящим фонарем входит Миллер. И здесь ее нет. Все улицы обижал. Ко всем знакомым наведался. У всех ворот расспрашивал. Нигде не видали моей дочки. Потерпи, бедный несчастный отец. Подожди до утра. Может быть, прибьет твое детище волной к берегу. Привыкай, бедный старик. Привыкай к потере заранее. Ты здесь, дитятка. Да что ж ты одна и в потьмах. Я вынесла трудную битву, батюшка. Битва решена. Передашь ты эту записку, батюшка? Кому, дитятка? Ты спрашиваешь. Кому же мне больше писать? Послушай, Луиза. Я распечатаю письмо. Как хочешь, батюшка. Ты обманут, Фердинанд. Беспримерное коварство разорвало союз наших сердец. Но страшная клятва Связала мне язык. И твой отец Расставил везде своих шпионов. Но Будь только У тебя отвага, милый, Я знаю место, Где нет Шпионов. Что ты так глядишь на меня? Читай дальше, батюшка. Ну, много нужно тебе мужества, Чтобы Пройти темный путь, Которого Ничто не озарит перед тобою, Кроме твоей Луизы. И Бога. Решишься Иди в путь, Когда Колокол Кармелитского Монастыря Ударит Двенадцатый раз. Побоишься Вычеркни Слово мужества Из качеств Твоего пола. Тебя Престыдит Девушка, Что это ты задумала, Лиза? Ты хочешь Наложить На себя Руки? Не говори так, батюшка. Нет. Очистить место В обществе, Где я лишняя. Тяжким горем Придавил ты меня Родной. Тяжким. Дитя мое, Дочь моя, Я Не могу Уберечь тебя. Отниму я у тебя Нож, Ты можешь Умертвить себя И булавка. Не дам я тебе Яду принять. Ты можешь Удавиться Ниткой Жемчуга. Луиза, Луиза, Я только и могу Что Отговаривать тебя. Делай, Что хочешь. Ступай, Взвали Дай себе На плечи Все свои Грехи И этот Последний Грех. Возьми нож, Пронзи Им свое Сердце, Да и Сердце Отца. Батюшка, Что мне Делать? Я не могу Что мне Делать? Если Поцелуи Твоего майора Горячее Слез Твоего Отца, Убирай. Батюшка, Батюшка, Будь по-твоему. Фердинанд, Бог мне Свидетель. Вот Как уничтожу Я в себе И последнюю Память о нем. Я узнаю Мою Луизу. Только Вон Из этой Страны, Батюшка, Дальше. Дальше Отсюда, Где у меня Перед глазами Столько следов Утраченного Счастья. Куда Хочешь, Дитятка, Я положу На ноты Историю Твоего Горя, Сложу Песню Про дочь, Что из Любви К отцу Рассерзал Себе Сердце, И станем Мы ходить С этой балладой Со двора Во двор И отрадно Будет И милостыню Взять От людей Поплакавших Над нами. Он Я погиб Я погиб Где? Кто? Батюшка, Убить Меня Пришел Как? Вы здесь, Барон? Спасибо тебе, Пойманная Врасплох Совесть. Признание Твое Ужасно, Но Мгновенно И верно, И мне Не для чего Прибегать К пытке. Здравствуй, Миллер. Ради Бога, Что вам Нужно, Барон? Что Привело Вас Сюда? Было Время, Когда день Разбивали Здесь На секунды, Когда в тоске Ожидания Не сводили Глаз С медлительных Часов, И по ударам Пульса Рассчитывали Минуты, Когда я Приду. Отчего Ж так Удивляет Вас Теперь Мой Приход? Уходите, Уходите, Барон, Если у вас В сердце Есть хоть Капля Сострадания, Если вы Не хотите Убить Ту, Которую, Как вы Говорите, Вы любите, Бегите, Не оставайтесь Здесь ни минуты Больше. Чудак, Я принес Твоей дочери Приятную Весть. Наконец, Цель моих Надежд Передо мной. Леди Мильфорд, Самое страшное Препятствие Нашей любви, Сейчас оставила Герцогство. Отец Одобряет Мой выбор. Судьба Перестает Нас Преследовать. Я Пришел Исполнить Данное Слово И повести К алтарю Свою Невесту. Слышишь, Луиза, Слышишь, Как он издевается Над твоими Обманутыми Надеждами. Ты думаешь, Что я шучу? Клянусь, Честью Нет. Все это Так же Истина, Как Любовь Моей Луизы. И я Так же Свято Сдержу Слова Свои, Как Она Свои Клятвы. Ты Все еще Не веришь. Видно Ложь. Здесь Ходячая Монета, Если Истине Дают Так Мало Веры. Вы не Верите Моим Словам? Так Поверьте Этому Письменному Доказательству. Боже Боя Дочь Моя Побледнела, Как Смерть. Вот так Она Мне нравится Твоя Дочь. Никогда Еще Не была Она Так Хороша Твоя Кроткая Честная Дочь. Лицо Как Умертвый. Это В первый Раз Ее Настоящее Лицо. Дай Поцелую Его. Прочь! Не Раздражай Отцовского Сердца. Я Не Уберег Ее От Твоих Ласк, Но Сумею Охранить От Твоих Оскорблений. Чего Тебе, Старик, Не Впутывайся В Игру. Она Окончательно Проиграна. Говори, Несчастная, Ты Ты Писала Это Письмо Ради Бога, Луиза. Ой, Это Письмо Попало Не в те Руки. Отвечай Ты Писала Это Письмо Будь Тверда, Луиза, Одно Только Да И Всему Конец. И Отец Обманут. Все Обмануты. Посмотрите На Ее Бестыдную И Язык Ее Не Хочет Уже Повиноваться Последней Ее Лжи. Крис Богом, Грозным И Вечно И Истинным Богом. Ты Писала Это Письмо. Нет. Душой Мою Клянусь Ты Лжешь. На Пытки Невинность Признает За собой Преступления, В которых Не Участвовала. Я Спросил Слишком Резко. Не Правда Луиза. Ты Оттого Лишь Взяла На Себя Вену, Что Я Спросил Так Резко. Я Сказала Правда. Нет. Говорю Я Тебе Нет. Нет. Это Не Ты Писала. Да Если Так Нужно Поделать Почерк Труднее, Чем Испортить Сердце. Скажи Мне Правду Луиза. Нет. 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 Не Говори. Ты Можешь Сказать Да. И Я Пропал. Солги. Луиза. Солги. Ты Писала Это Письмо. Клянусь Богом, Грозным И Вечно Истинным Богом, Я. Женщина, Женщина, Какими Же Глазами Глядишь Ты На Меня. Знаешь Ты Чем Ты Была Для Меня Луиза? Нет. Ты Не Знаешь Что Ты Была Для Меня Все. Все. И Так Преступно Насмеяться Надо Всем. Это Ужасно. Я Вам Призналась, Господин Вальтер, Я Сама Осудила Себя. Идите Теперь. Оставьте Дом, Где Вы Были Так Несчастливы. Хорошо. Хорошо. Ведь Я Спокой Спокой Называют И Опустошенный Край, По Которому Прошла Чума. Я Спокой Еще Одна Просьба Вы Зах Последняя. Голова У меня В лихорадочном Жару Мне Надо Освежиться. Сделай Мне Стакан Лимонаду. Варон, Может, Это Хоть Немного Уменьшит Ваше Горе, Если Я Вам Скажу, Что Мне От Всей Души Возжар Э, Полно, Полно, Бет Миллер. Я Уж Теперь Не Помню, Как Я Попал К Тебе В дом Миллер. По Какому Поводу? Ведь Вы Хотели Учиться У меня На Флейте. Вы Это Забыли? Я Увидел Твою Дочь. Странно. По непостижимо Странно Играет Немного Судьба Судьба. Судьба Тонких Незаметных Нитях Висят Часто Страшные Тяжести. Миллер, Я Слишком Дорого Плачу Тебя За Несколько Твоих Уроков. Но Тебе От Этого Нет Прибыли И Ты, Может Быть, Все Теряешь. Нужно Было Мне Приниматься За Эту Несчастную Флейт. Что-то Долго Нет Лимонаду. Не Пойти Мне Посмотреть, Если Вы Позволите. Успеется, Любязный Миллер. Что Я Хотел Тебя Спросить. Да, Что Луиза У тебя Единственная Дочь. Нет У тебя Больше Детей? Нет, Барон. Да И Не Надо Мне Больше. Луиза Всем Моим Сердцем Завладела. Все, Что Было Во Мне Любви Все Я Ей Отдал. Посмотри-ка Лучше Добрый Миллер, Что Лимонад. Единственная Дитя. Чувствуешь Лет Это Убийца Единственная. Слышишь Убийца Единственная. И У старика Нет Ничего На Всем Свете Кроме Его Скрипки. Этого Единственного Благодарить Благодарить За то, Что Я Раздоблю Змею, Пока Она Не Успела Ужалить И Отца. Сейчас Подадут, Барон. Бедняжка Моя Сидит И Разливается, Плачет. Она Нароняет Вам Слез И В Лимонад Хорошо Если В Это Были Только Слезы. Да, Давеча Мы Говорили О Музыке Милер. Я Ищи Перед Тобой В Долгу. Полно, Тибарон. Бог Даст Не Последний Раз Мы Видимся. Ну Почем Знать. Возьми Это На Случай Смерти. Э, Полно, Тибарон. В Этом Случай Кажется За Вас Бояться Нечего. А Разве Тебе Не Случалось Слышать, Что Умираю Ты В Молодости? Ведь И Луиза Твоя Не Бессмертна. Мне Ее Дал Бог. Что Же Ты Не Возьмешь Деньги? Этот Тяжелый Кошелек? Что Это Вы Вы Думали, Мором? Это Мой Долг. Возьми. Ну Не Целый Живек Носиться Мне С Этой Дрянью. Ведь Это Я Плачу Тебя Я Плачу Тебе И Задлившийся Три Месяца Счастливый Сон О Твоей Дочке. Скажите, Если Везла Ах, Чуть Был и Не Забыл. Можно Попросить Тебя Любезный Миллер? Сослужишь Ты Мне Небольшую Службу? Хоть Тысячу. Что Прикажете? Меня Будут Ждать К столу А у Меня Никакой Охоты Нет Быть В Обществе Я К Несчастью Совсем Не В Духе Не Сходишь Ли Ты К Моему Отцу Сказать Чтобы Меня Извинили Я Могу Сходить К Президенту Не К Нему Самому Скажи Только В Прихожей К Мердинеру А Чтоб Тебе Поверили Вот Тебе Мои Часы Я Побуду Здесь Пока Ты Не Вернешься Подожди Там Ответ Да Нельзя Ли Мне Сходить Постой Да Вот Еще Что Нынче Вечером Я Получил Письмо Для Передачи Отцу Может Что Нибудь Важное Заодно Отдай Его Слушаю Барон Батюшка Ведь Все Это Могла Бы Сделать Я Одна Луиза В Этую Темную Ночь Посвяти Отцу Луиза Да И Она И Она Чербинант Быстро Всыпает Яд В стакан С лимонадом Ходит Луиза Не хотите Ли сыграть Со мной Господин Вальтер Я Сяду За Фортепиано Вы Еще В шахматы Не Отыгрались Не Хотите Ли Партию Господин Вальтер Господин Вальтер Бумажник Что Я Вам Тогда Обещала Выжить Я Его Начала Не Хотите Ли Посмотреть Узор О Я Очень Несчастна Очень Может быть Я Не Виновата Господин Вальтер Что Ничем Не Умер Вас Занять Чем Ты Можешь Занять Мою Глупую Скромость Если Вы Позволите Я Пойду И позову Кого Нибудь Из Своих Знаком Разумеется А Я Пойду И Приведу Своих Господин Вальтер Клянусь Честью Умнее Ничего Нельзя Придумать В этом Положении Вы В веселом Расположении Духа Господин Вальтер О Да В таком Веселом Что Мог бы Собрать Вокруг Себя Всех Мальчишек На улице Нет В самом Деле Луиза Твой Пример Увлекает Меня Одни Глупцы Толкуют О вечной Любви Вечно Одно И то Жен Надойдает Да Луиза Я с этим Согласен Станем Порхать Из романа В роман Попадать Из грязи В грязь Может быть Мое Потерянное Спокойствие И найдется Где-нибудь В непотребном Доме Фердинанда Фердинанда Ты без того Ты несчастлив Или тебе хочется Еще новых Несчастья Я несчастлив Кто это сказал тебе Сама ты слишком Гадка Чтобы почувствовать Это Чем тебе Оценить Чувство Другого Я несчастлив Это слово Могло бы вызвать Из могилы Мое вешенство Меня ждало Несчастье Она знала Это Смерть И проклятие Она знала Это И все-таки Изменила Мне Змея Лимонад Пресен Как твоя Душа Попробуй Боже мой Недаром Боялась я Этой беседы Попробуй Лимонад Лимонад Хороший На здоровье Ну если бы вы знали Вальтер Как страшно Оскорбляете Вы мое сердце Будет время Вальтер О, а времени Теперь говорить Уже не приходится Вы будете горько Лимонад Лимонад Как тот день Когда ты впервые Поцеловала меня Когда первая Ты Сорвалась С твоих Пылающих Губ Я был Тогда Счастлив Луиза Луиза Зачем Ты Сгубила Меня Плачь 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 Вальтер Ваша грусть Ко мне Справедливее Вашего гнева Ты ошибаешься Это не слезы Грусти Это одинокие Холодные Капли Горькое Вечное Прости Моей любви Это слезы По твоей Душе Луиза Хорошо ты себя чувствуешь Луиза Чему этот вопрос Мне было бы жаль тебя Если бы ты ушла Отсюда С ложью на устах Вальтер Умоляю вас Луиза Любила ли ты маршала Ты уже не выйдешь Из этой комнаты Спрашивайте Что хотите Я уж больше Ничего не отвечу Луиза Любила ли ты Маршала Ты уже не выйдешь Из этой комнаты Я ничего Не отвечу Луиза Любила ли ты Маршала Эта свеча Не успеет догореть Ты будешь Перед лицом Бога Боже мой Что это у меня Вдруг так Так дурно стало Уже Вы женщины Останетесь Вечной загадкой Нежные нервы Выдерживают Преступление Подтачивающее В корне Человечество И жалкой Гран-мышьяку Убивает их Яд Яд Да Ты пила Свою смерть Яд Чтобы лимонаде Умереть А я так Молода И мне уж умирать И нет Никого Спасения нет И ты должна Умереть Но будь спокойна В этот последний путь Мы отправимся вместе И ты Ох Теперь уж я не могу Молчать Смерть Смерть Снимает Нас все клятвы Я умираю Невинную Фердинан Что ты сказала Готовясь К этому пути Кажется Забывают О лжи Я не лгу Лишь раз Солгала я За всю свою жизнь Только один раз Когда писала Письмо Гофман Понято письмо Слава Богу Мужицая Возвращается ко мне Это письмо Соберись силами Ты услышишь Страшное признание Рука моя Писала А сердце Проклинала Эти строки Твой Отец Диктовал Мне Кердинан Прости Твоя Луиза Предпочла Быть смерть Но Мой отец Мой отец Опасность Ах Не сделали Так хитро Слава Богу Я еще Не чувствую Яда Что ты задумал Это Отец Твой Убийца И отец Убийцы Туда же Пойдет И он Подожди Подожди Не улетай Ангел небес Холодный Холодный И влажный Не хочу Сын Мой Что это Я не верю Так убедись Убийца 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 Умирать По крайней Пойдем 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 С тобой На плату Рука Об руку С тобой И в ад Мне будет Лесно Что я Осужден Вместе С тобой Руиза 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 Я иду Спрещайте Дайте мне умереть О крайней Святой Руиза 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 Вы слушали Записанный на пленку в 1955 году спектакль «Коварство и любовь» в исполнении артистов Государственного Академического Малого Театра СССР Трагедия Фридриха Шиллера Роли исполняли Президент фон Вальтер Народный артист Украинской СССР Комиссаров Фердинанд Его сын Народный артист СССР Царев Гофмаршал фон Кальп Народный артист Азербайджанская СССР Шарлахов Леди Мильфорд Народная артистка СССР Гоголева Вурм Личный секретарь президента Народный артист Азербайджан Велихов Миллер Учитель музыки Народный артист Азербайджан Светловидов Его жена Народная артистка Азербайджанская СССР Белевцева Луиза Его дочь Народная артистка Азербайджанская СССР Еремеева Софи, камерийская леди, артистка Кузнецова Каберлиенев, герцога, народный артист РСФСР Ковров Режиссер спектакля, заслуженный деятель искусства РСФСР Цыганков и заслуженный артист РСФСР Платонов